посольство сухого фонтана типа в центре и девочки там в очочках такие как библиотеки я люблю так поглазеть иногда на них я уже не я ему сказал бы ну там дядя типа давай там в другой раз но это уже его начал стричь это я очень люблю женщин я самый большой фанат привет говорили они машалы блять ну типа что за пятикантроп вообще с тобой что она меня делала лучше опять же мою жаня там нам ближе морька блин тут надо себя жену искать что-то покурить что-то выпить прогуляться любой барбер любой ненавидит стричь пиздюков это сто процентов нет я наоборот очень положительный персонаж этого романа всегда хотел быть хорошим парнем друзья всем привет это 10 выпуск программы время пить чай мы дожили до 10 выпуска с вами любомир борода за операторским пультом татьяна и наш гость же кишала привет жене нас можно смотреть youtube и слушать на всех площадках где есть аудио подкасты погнали наливаем чай первый вопрос я такой человек интересный как бы ну насколько мне известно тебя все знают но наверное мало кто о тебе знает что-то более как бы подробно да вот кого не спрашиваешь все таки да хрен знает ну как то вот так и поэтому я выстроил нашу такую беседу начиная со знакомства с твоей молодостью все мы в свое время переживали какой-то субкультурно молодежный период там знаешь там панк-рок панки металлисты гопники рейверы рэперы просто задроты ботаники какое место вот в этом всем занимал ты в свое время ну где-то в районе шести лет я познакомился с ребятами со двора были постарше меня и на тот момент они все слушали iron maiden ну там металлику это дальносном акцент был на iron maiden и как-то двигались в этом направлении призан сен-роузес до сих пор сен-роузес остается у меня в топах как-то так случилось что даже попал случайно на концерт в барселоне и я ехал друзьям и был в футболке сен-роузес и вечером иду по барселоне и вижу огромнейший плакат и такого надо попасть ну и попал чему безумно рад безумно горжусь и хвастаюсь этим тебе потом там как было модно всех тогда играли в группах и товарищи старшие тоже первые начали там что-то пробовать я там что-то попробовал на гитаре поиграть попробовал на барабанах но такой думаю на гитарах на гитаре у меня пальцы болели сильно откуда на барабанах и и так получилось что начал играть на барабанах и долгое время себя ассоциировал именно с этим и хотелось мне там наверно каких-то достичь успехов никаких успехов я не достиг но долгое время мне хотелось играть и потом уже как-то это все переросло просто стал каким-то меломаном там и рэп погнал и рок у кирпичей есть такая такая строчка дам в табло тому кто скажет что я не рэпер ну вот наверно с таким кредо иду по жизни окружение твое но это вот больше неформальная какой это был неформалы там как музыканты либо разное течение но основном были неформалы да там но это в детстве в самом раннем детстве потом уже конечно как начали подрастать то уже круг расширился плюс школа в которой учился 22 там огромнейшая палитра неформалов и мне вот повезло он был такой забавный случай когда я перешел с младшей школы в старшую это был в пятом классе я такой ну там маляси там 1 сентября там ну как-то мы вливаемся и я немножко там как бы стесняюсь хочу как бы тоже влиться в тусовку и на перемене выхожу и все у меня так показывают пальцем и что-то я такой пошел даже зашел посмотрел на себя в зеркало мне мама купила в секонд-хенде кофту и на ней было написано roots и тогда так раз вышел огонь все культуры за roots и вот так вот 96 год на это где-то вот так и было и все у нас в школе как бы балдели нормально торчали короче фонтан сухой фонтан ты брендировал свой райончик на расскажи об этом как-то более детально что тобой мотивировало почему вот ну как как я тебя увидел в первый раз я обратил внимание на шеврон на джинсовке по типу таких байкерских клубов и но что ты хотел сделать какой-то клуб внутри райончик либо показать себя на других районах что ты сухого фонтана не на просто как бы я вырос на сухом и реально считаю это одним из самых красивых районов города мест где-то много парков река и я как-то даже помню мне было лет восемнадцать я приехал на площадь победы к друзьям мы такие собрались попить пиво я делала ступил ну погулять можно в парк в какой-то полузаброшенный ну тусуемся блин приезжайте к нам на сухой типа там поярче и как бы хотелось всегда не знаю показывать там хвастаться своим районом решил надо что-то придумать какой-то значок не знаю вообще во всех субкультурах модно как бы свою локацию продвигать я думаю чем моя локация хуже других ну как-то пошло все тонкого прикольно прикольно ну так и понеслось и потом уже когда я захотел открыть свой барбер вопроса не стояла как это назвать но с такими джинсовками кто-то кроме тебя в городе еще ходил не с такими жесткими нет но есть еще пару человек с татуировками сухой фонтан с таким же дизайном на рисовал а вот и на а какие районы помимо сухого фонтана в городе тебе еще нравится ну я вообще позиционируем город вот как бы я бы жил бы вот с нам его до до садовой вот я не комфортно в этой части города дальше когда я переезжаю эту черту я там не очень себя чувствую комфортно так что вот наверно вот ну лески кстати вот ливаневцы раньше был офигенный район сейчас там понастроили то и к реке там сложно выйти но тем не менее там тоже балдежный район ты бы мог провести экскурсию по николаеву по каким-нибудь таким прикольным мистикам которые в обычным взглядом вроде не видно на самом деле там охрененно ну и да и нет какие-то места которые мне интересны и могу показать вопрос мог бы что-то интересно рассказать людям про них возможно нет но показать как там кайфово давай все таки в завершении вот этого блока у меня есть вопрос по поводу немашалы что это за фраза почему ты делаешь какой-то не знаю мэрч не мэрч на какие-то футболочки свитшотики с этой фразы на самом деле хороший вопрос и на удивление у меня есть на нее ответ блин я не знаю понравится ли зрителям ну короче на самом деле ответ прост когда-то давно то мне еще было лет 20 мы на районе копируя каких-то наркоманов но таких уже конченных приконченных мы вместо привет говорили не машалы типа не мог урнуть ну ты но это была такая пародия юмор да и потом так когда когда я регистрировался в вк 2007 году я не знал что написать я такую напишу пока не машалы а там короче переименуюсь потом ну как-то так осталось а спустя кучу времени вот буквально год назад мой товарищ мешок миш влад который помогал мне делать ну брендирование ну вещь этим футболки мы там что-то начали лепить надо бомбить не маша и как-то можно сказать благодаря ему я воскресила эту фишку потому что в к уже вымерла а потом я уже переименовал внести опять надо продолжать традиции но вот эти футболки не машалы покупают те приятели с твоего детства с твоей молодости с кем вы так прикалывались или она пошло куда-то дальше ну скорее наоборот вообще покупает возможно молодежь которая там когда-то видела меня в вк ну младшее поколение и как для которых там вообще-то мне машалы это просто какой-то прикол и друзья так мало в основном все какие-то около там движа какие-то около там неформальной тусовки но основном молодежь но не могу сказать что там дохера продал штук 20-30 но у меня они вот например не знаю правильные лет они у меня ассоциируется все равно уже с николаевым то что это какой-то такой свой какой-то субкультурные николаевский прикольчик ну да ну хотя вообще на самом деле возможно если у меня был ресурс в дальнейшем я бы разделил как бы и сухой фонтан и машалы на два разных бренды типа две таких ветки такие пироги когда ты мне не знаю будет ли это спойлером или нет но все равно у меня в мозгу отложилось что-то связано с пяти углами да тоже была такая мысль да она как бы и есть уже все я тебе там показывал хвастался эскизами они уже готовы ну как то вот так получилось что все отложилось ну возможно сейчас лето тепло меня это сподвигнет на вы по просто еще опять же влад который мне помогал он эмигрировал в киев и сейчас ну возможно воспользуюсь твоими какими-то каналами не на это было бы классно мне вот такое очень нравится когда что-то небольшое ограниченные лимитированные тиражи какой-то такой своей теме это же это уже можно относить в разряд какого-то сувенира из города николаев ну сто процентов да безусловно я к этому стремлюсь очень много там ко мне приходят и начинает кого там сделает там водопой там но там но я люблю блин у меня нет ну я хочу сделать но вдохновение у меня на это не как бы дайте мне за что зацепиться ну к сожалению как бы на водопое я прям не вижу как бы ну что является визитной карточкой водопоя парни там шутят что какие-то там лопники на картах но я говорю ну пока это тоже не актуально там тема ауе там и так далее это уже себя и жилой я не хочу себя зашкваривать такими такими скетчами но с удовольствием я бы здесь там в голове наметки там по поводу на мыло но дальше в целом нету я кстати еще отчасти вдохновился от тебя когда-то выпускал футболки bird club и у чувака в очках и это круто все думаю их возобновить только убрать оттуда бородатость и просто сделать николаевость но такое чтобы это был именно николаевский какой-то чувака не не берем клап по-любому потому что ну как бы дизайн классный вот но бердман клапа как как такового его все равно не получилось грубо говоря он какой-то плавающий такой фишку хочется оставить работа на кого ты учился если учился и кем ты работал твоя первая работа в жизни то на кого только не учился у меня там образование три или четыре не закончена первая моя работа был light диджеем на дискотеке на командоре вверх клубе была такая дискотека что-то типа нижнего обама только вверх клубе и я на тот момент мы репетировали в мечникова там был такой чувак кириллович крутил дискотеку сначала в лесках мобилку а потом командор меня подтянула хочешь там пару рублей заработать ну и погнал там классы там всяких страдоскоп этом крутилки санами то наверное можно сказать первая моя работа такая на которую я ходил почти каждый день образование у меня как-то после школы поступил в институт культуры на организатора массовых мероприятий но как-то мне не зашло да и плюс было 18 лет хотелось движевать я просто забил на институт потом на следующий год я подумал блин все таки надо получить какую-то корочку поступил в колледж пресса и телевидения там я тоже недолго я туда ходил и потом да ну такое короче везде меня на самом деле смущали мои группы мне ну люди с которыми учился это было максимально вообще люди с которыми не было не о чем общаться и из-за этого я наверно перестал туда ходить потому что там чувствовал себя не в своей тарелке и забивал а потом уже будучи мне лет 25 я думаю поступлю на барабана типа училища училища культуры но там преподаватель был такой смешной чувак и игорь жим да и как оказалось лучше него до барабана и я тоже как бы но это не из-за того что я такой крутой был барабанщик просто он наверно не очень да 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 именно и и вот собственно и взяли по ходу потому что там некого было братья такая должность была не самая наверно престижная короче взяли кого-то там можно я туда походил думаю блин смысл туда ходить и тоже забил ну и под я вообще так долго искал себя но вот к 30 годам я влетел в барберса пока в нем остаюсь и как влетел он блин просто я знаешь там мимолетно некоторых персонажей слышал типа это жека короче он никогда в своей жизни не работал а потом решил стать барбером такая вот история даже знают помог от кого ты мог это слышать ну вообще есть тоже история по этому поводу не знаю насколько она будет интересно короче вообще у меня был вообще в году 2009 у меня была подруга настя карпенко и вниз 30 наверно пару лет как приехал николаев это мой первый барбер но весь город у нее на тот момент стресса и мы с ней хорошо дружили я постоянно там я сюда по стрижке постоянно какие-то замечания одевать слушай что сам стричь будешь я такой думаю ну покажи мне там пару приколов но она не начала показывать там я может по стриг там три модели потом думаю слушай девочке буду работать с бабами в салоне сидим думаю то нахер нам не надо ну и забил у меня был товарищ он тоже пошел на курсы по стриг и тоже забил и он там у него были проблемы там с наркотиками он там сидел дома такой у него был вообще не очень период жизни и у нас там один знакомый открыл барбершоп в киеве и они хорошо общались я говорю слушай едь в киев работай но я не знаю там типа почему мне там сами никто не предложит я позвонил этому корешу слушай забери товарища бо лихо буду конку ну не знаю пока типа сейчас неудобно короче призвание этот чувак через три месяца ну шо где там наш кент ну короче кент потерялся и в итоге ну приезжай ты не такой почему бы нет приехал ну там я тоже когда мы месяц потусовались но мне еще познакомился ребят с ребятами с киевскими там тоже потусовался там приехал в николаев немного забухал это были новогодние праздники и как-то тут под задержался и мне потом за ничего говорит тут фризер открывается не хочешь можно и так вот я попал во фризер ты пошел туда прям с открытия учеником ну на тот момент у меня были какие-то познания но минимальными скажем так и да действительно во фризере как бы это уже отшлифовалась до нормального состояния и во фризере я уже как бы стал нормально стричь сколько там проработал ну вот 2016 года как в апреле открылся дом до ноября или декабря 2018 почему ушел конфликт возник с руководством было не некое недопонимание но я не собирался это не было прям такое спланированное я просто один день вышел просто на работу и ушел уже без нее то есть это не было какое-то там решение это было так спонтанно ну и потом как-то я раз и я понимал что вылетать из этого нельзя как бы клиентам постоянно стричься я как бы не было никакой паузы я уже на следующий день не через два дня уже стрелом барбершопе через месяц я уже стрих в том механе ну и в итоге ты все равно открыл свой ну да ну почему не легче работать в каком-то барбершопе не думать каких-то делах там по аренде отчетности где взять клиент или еще и еще что-то ну на самом деле возможно легче но основная причина почему я реально создал какой-то свой местах потому что лучше в фризере что в томигане постоянно какой-то движняк там все шумят все движнячь это мигане вообще пацаны молодые я там себя чувствовал как на большой переменят постоянно там а какие-то приколы я понимал что проблема во мне на самом деле они в них им там по 23 там года они там балдеют и там делать им какие-то замечания это уже зашквар с моей стороны я такой ну значит надо работать типа на себя и уже я уезжал на два месяца потом приехал и такой понял уже после этого шине никуда я не пойду и надо что-то мутить свое но не знаю на самом деле если все перемотать назад я бы сделал свою ну наверное еще скромнее какой-то местах бы сделал бы и просто вообще не заморачивался казалось что я все равно стригу всех своих под запись и мне как и тебе там не потяги сидеть на одном месте там постоянно и как бы хочется там делать еще какие-то мелкие дела ну там приходить что-то поделать постричь и выяснилось что мне там хватает пять шесть часов в день и этом дальше куда-то бегу каким-то своим делам или не беру и это как бы очень удобно ну так в сетевых барбершопах мне всегда казалось то что там стригут работать с клиентом дольше чем мастер может на самом деле так это но на самом деле зависит от мастера иногда конечно от сети поступают некоторые рекомендации насколько долго это ну недолго насколько по времени это должно быть у меня просто так исторически сложилось что возможно это специально делал что я отсеиваю клиентов которые дрочат на себя как бы как они приходят ко мне получить достойную услугу достойную стрижку но не хотят чтобы этом вылизывал полтора часа мы общаемся они уходят есть но есть и клиенты которые нравятся ну куда их там стригут полтора часа тут вопрос наверно насколько ты ценишь свое время и насколько ты на себя дрочишь но именно от к как корпорации да там от от владельцев барбершоп существуют такие установки что клиент это должен вот вытрачивать там полтора часа ну всех пора и время там чтобы он видел что о нем заботятся но есть такая штука не ругают за то что ты быстро его отпустил ну меня постоянно руках это да но я говорю я не буду ну типа стричь ну типа дольше мы как бы я там может как-то в начале попробовал там я такой чем я занимаюсь но типа я почувствовал от этого себя некомфортно и того что я обманываю клиента и просто мое достоинство как-то это не понравилось ну и ну ругают регулярно но опять же допустим в одессе люди владельцы не понимаешь чем больше ты пострижешь и качественно делаешь сух тем больше людей к тебе ну придет вернется и там время буквально там два раза типа меньше дается то есть там уже даже вопрос реально как они успевают но опять же когда работаешь на потоке тебя ставят рамки может сначала тебе тяжело но там ты в них подгоняешься и ну всего тебе хватает а насчет но сетевых ну где-то некоторые до дают рекомендации некоторые не дают а еще знаешь какой вопрос интересовал существуют ли ограничения на алкоголь то есть могут тебя пожили за то что твои клиенты слишком много его выбивают и чтобы ты каким-то образом одному по очереди им предлагал бухнуть ну на самом деле это такой действительно да в барбершопах предлагают и можно там выпить но на самом деле практика показала что очень мало клиентов просит виски даже если мы предлагают в основном это и своих лентов там может ну и там вообще клиентов заведения там я помню там таких до пяти человек который ребенок которые любили просто вебацкого и приходили и выпивали опять же ну когда работаешь да слушай и на себя когда я работаю сейчас и тогда мне вести есть мне никогда не жалко ну ну хочешь и не я же не про тебя говорю тебе жалко или нет а когда но опять же сетевик да вот есть какой-то там возможный лимит призываешь тебе ходят клиенты которые вот только у тебя они выжирают то например у других вид кофе не было таких моментов не именно таких не было то что теперь ему там предлагай хотя бы кофе что что-нибудь и виски постоянно пьют не но те кто хотят виски как их не чаем не кофе не не перебьешь но не ну были моменты когда там наверно не ко мне но я слышал там у других барберов там чуваки которые нормально там могли там влупить там пол бутылки виски за за одно посещение там что-то говорили там типа что за дела на типа скажи ему пусть там свои аппетиты прикрутит там аналин от прок на практике твои случаи таки были что вот в сопли кто-то уделывался из клиентов ну ну были но я просто некоторые не помню насколько кто уже уделанный приходил но не ну по-любому наверно с похмелья кто-то наш такой пришел постичь на сейчас как раз заодно похмелью этот хлоп нечаянно накрыл убрать а были ли я случае да ну и так у меня вообще ну там относительно не да но я не это чувак уже пришел типа готовый но я не оценил это я не понял и когда он уже сел я понял что ему очень плохо а когда уже мы мыл ему голову он не мог типа у него вертолеты такие были когда я закидывал и он такой пожалуйста быстрее а я уже не я ему сказал бы ну там дядя типа давай там в другой раз но это уже его начал стричь из-за того же я потом такой и он потом уже как-то звонил типа такой типа чудо можно постричься такой же делал на как и был какой-то не все четко приходи да ну это вот из последнего это там оля там осенью было ну разные были да там чуваки приходили некоторые очень развязанно и нескромно себя вели ну так не по отношению ко мне по отношению к заведению наверное больше но мне всегда по барабану потому что ну хочешь балдей просто это твоя твоя жизнь как хочешь так и отдыхать так и себя позиционирую в обществе если ты тебе нормально так ходить уделанным ради бога мне тоже нормально кто я такой чтоб его осуждать ну так да а можешь ли ты сейчас сказать что открыв свое заведение ты как раз воплотил вот в реальность то что тебе не хватало в тех барбершопах ну по всем правилам на самом деле может это не сильно круто этики звучит но меня не устраивает мне постоянно просто в каждом барбершопе мне что-то рассказывали как мне надо себя вести как общаться с клиентом мне в принципе я иногда про себя шучу что типа если бы меня никто не трогал я до сих пор бы может работал бы типа на тетю или на дядю ну типа неважно а из-за того что постоянно мне приходили что-то рассказывали бед я просто захотел избавиться первую очередь от этого и ну сказать что там в моем барбершопе ну там есть что-то такое что нет другом я не могу но это будет лукавство но в целом так сложилось что я сейчас работаю один люди приходят знают что никто там ухо греть за соседним креслом не будет не знают что никого нет я вижу там иногда даже когда кто-то у меня в барбершопе есть и клиент приходит он уже чувствует себя как-то такой вот а факт типа я прихожу здесь всегда мы вдвоем и какой был вопрос желаемое у себя до раздавал ну наверное да но опять же когда ты начинаешь иногда ты не знаешь чему это приведет и как она будет и когда я начинал я в голове у меня было по-другому сейчас стало по третьему не могу сказать что это плохо но она как бы трансформируется в нечто такое что действительно нужно потребителю также как их возможно ты там выпуская какой-то там товар ты видишь что что-то нужно чай ну что-то не нужно и ты потом фух в следующий раз уже не делаешь или отсеиваешь также у меня что-то я делаю что-то не заходит что-то заходит и ну со в само льется само течет и ведет к тому как будет комфортно там людям но опять же сюда позиционирую что да я оказываю там достойную услугу но ко мне больше приходят пообщаться типа на ржать и просто каких-то левых очень мало типа люди приходят либо остаются либо нет каких-то таких проходящих клиентов у меня практически нет с улицы никто не заходит почти ну очень редко бывают ну там я не знаю таких может клиентов до пяти в месяц но возможно мне место такое немного она как бы в центре на немножко спрятана я бы не сказал бы что у меня там хороший проходняк но тем не менее заходит в основном сарафан все как бы там приходят а мне вот там тот чувак сказал тот тебя не ищет на сухом фонтане ну иногда бывают но скажем так я думал это будет большая проблема в начале когда это все создавал на самом деле не так много людей думают что это на сухом не сильно эта проблема вопросы задают почему сухой фонтан в центре города почему вы так называетесь ну безусловно такие вопросы присутствуют на что я уже типа говорю что это посольство сухого фонтана типа в центре типа отвоевываем территорию на других районах но это тоже как бы это шутка родилась в процессе этих вопросов вот сейчас у тебя свой свое заведение ты там один тебе комфортно офигенно ты думаешь вообще развитие ну например там сделать еще один барбершоп или тебе вот именно комфортно вот так просто главное чтобы всегда были клиенты то есть этого достаточно ну как бы это опять же не модно звучало я не думаю развитие и не комфортно да действительно в таком формате там я уверен что второй сухой фонтан не нужен да и как бы собственно я уверен что не все мощности раскрыты в этом заведении но опять же мне реально комфортно и я бы на сегодня я не хотел бы это все развивать какой-то другой фарад возможно я хотел бы и сейчас думаю о том чтобы купить там свое помещение чтобы не платить аренду но то можно назвать развитием ну да ну значит вот в таком направлении это единственное направлении в котором я могу двигаться остальные меня пока не интересует но никакого персонала делегирование там полномочий в плане там администратор ресепшен барышня которая наливает кока-кола ну как бы и площадь не позволяет под под барышню но возможно как бы я я бы сдал бы кресло в аренду то есть я точно бы не хотел бы заниматься там чужими клиентами то мне это не интересно мне бы хватало там допустим поделить с кем-то там мою аренду и так далее чтобы там чуваки сами себе тоже там управляли там своими делами единственно что поддерживали чистоту и и все как ты вообще относишься к барышням которые на ресепшен сидят в барбершопах но это нужная тема или все-таки лучше по классике выступать как было раньше куда женщин вообще не пускай ну если по чесноку то наверное я так уже привык что они мне не режут глаз барбер леди мне вот режут глаз это который стригут до те которые за ресепшеном сидят опять же все человека зависит если девочка хорошая то она наоборот помогает работе да и в принципе как бы это парадоксально не звучало не парадоксально наоборот ну типа чувакам нравится ну типа общаться с бабами ну типа им приятно не там в конце больше охотнее наверно с кэшом каким-то расстаются рассчитываясь с девочкой но это так юморю но в целом они не режут глаз по николаеву я уже пытался как-то посчитать но сбился немножко со счета сколько здесь вообще барбершопов то есть когда-то да здесь там открылся там один фризер потом потом вот томмиган какой-то цех короче что то там еще сейчас их достаточно много конкуренцию ты чувствуешь ну да я чувствую просто может не прям конкуренцию но изначально когда там открывался там томмиган фризер это это было просто как поднять деньги с тротуара то есть барбершоп и уже очередь выстроилась сейчас уже как бы кто уже стрижется у них есть свои мастера и даже если они захотят поменять мастера они уже подойдут к этому более тщательно они просто там будет проходить барбершопки типа опять же ценовая политика там сейчас среднем посреди барбершопе стоит около 300 гривен да можно дешевле но так это среднее и но это все-таки деньги для николаева и прям люди конечно готовы с ними расставаться но прям вот что они идут такие о там типа пофиг где постричься ну есть такие но их очень мало так что конкуренция есть безусловно но просто и ощущается в том что уже люди так не идут они прям там они куда-то перебегают или так далее просто уже стало сложнее достучаться до своего клиента но твоя аудитория есть какая-то часть аудитории которая пришла за тобой ну конечно да она есть и как бы я даже когда уезжал там очень сильно удивился что она сохранилась там буквально там пару человек отселась и я был очень польщен рад тем людям которые остались со ну и они помогли мне собственно вначале остаться на плаву когда я только открылся потому что приходили только свои люди и много как бы людей поддержала вообще как бы то чтобы левых но не были с тусовки мы были знакомы многие прям приезжали многие я знал что им там которые сами там стригутся под машинку дома и они приезжали я такой чувак я знаю что все же и стрижешься ну типа сам вот the fact типа не надо мне не не я хочу там было очень приятно в основном это люди у которых есть свой бизнес и которые знают как тяжело в начале я сначала не понял а потом когда уже начал вести потому что не просто хотели поддержать меня и мои начинания потому что зная как это иногда бывает сложно типа никола и большинство как мне кажется людей которые те окружались которыми ты общался выпивал гулял тусовался уехали из этого города как ты считаешь что на это повлияло и почему не уехал ты блин такой серьезный вопрос я не знаю очень много людей еще начинала уезжать там с 2007 года на тот момент мне реально было комфортно в николаеве я ни капли не лукавлю если скажу что я не хотел никуда ехать где-то наверно мне было комфортно может до шестнадцатого года до семнадцатого потом я все-таки начал и последний наверно уехали вот там в году восемнадцатом девятнадцатом причины у каждого свои они я не могу сказать за всех ну почему не уехал я наверное тогда не хотел а сейчас уже наверно в возраст и и какое-то ну там требования комфорта уже как бы ты понимаешь в том в 30 за когда тебе за 30 ты уже не будешь там скитаться по каким-то квартирам там снимая на на двоих на троих уже как-то хочется свое видео пока что на квартиру в киеве не заработал да и собственно я вообще сейчас не представляю там я очень кайфу от своей работы но единственный минус не это то что чем у тебя лучше дела тем ты больше привязан к месту и и все клиенты постоянно тебя звонят и требуют там твоего внимания а ты понимаешь что ты если не дашь им свое внимание они пойдут и постригутся в другом месте и как бы я сейчас понимаю переехать другое место но я наверно не переживу еще раз нарабатывать эту базу типа я просто там это ты так и отдохнуть же не можешь да то есть тебе хочется куда-то выбраться там на 3-4 дня на отдых у тебя клиенты на 3-4 дня можно выбраться вот если я хочу поехать там на 2 недели на 3 вот это уже проблема и вот это на я опять же я уже говорил что я не буду врать что я там безумно занят целый день нет меня как бы там 5-6 часов но но каждый день и давит не физическая усталость а вот что ты так раз не можешь куда-то уехать потому что постоянно кому за что-то надо но это как бы хорошо но но вот это вот является минусом этой работы помимо работы в николаеве вот вот это свободное время которое у тебя есть ты на что используешь ну в последнее время вот я присоединился к спортивному клубу саптем все таки это тоже было светом себе недавно купил геморрой увидя тойота 8 3 года ну как бы старое это собственно и поспособствовало мне пойти в спортзал занимаюсь ею восстановлением потом не знаю велосипед но велосипед я уже давно но за у меня ассоциируешься с велосипедом ну потому что эти часто вижу на велосипеде либо видел но последнее время как бы очень трудно было залазить на велосипед и хотелось может это еще связано с тем что у меня там стоят 26 колеса и последнее время когда я покупал этот велик я считал что все кто катается на 29 колесах это типа не трушные ребята сейчас я хочу двадцать девятых колеса потому что ну во первых у моих товарищей они когда я с ними катаюсь меня сложно за ними унаться да и вообще не знаю может как-то возрастом дало себе знать потому что нет не так много сил уже для велосипеда иногда на него залазили просто еду пить пиво в центр да и парни такие типа поехали к дню не поедем ряду еще посидим может септем поможет как раз я уверена за там поможет на дима очень способствует этому прошлом только подкасте мы записывали сигму и с илюхой диму вспоминали и в этом подкасте опять дима вспоминается ну значит он того стоя раз мы его вспоминаем ссылочка на дима колесника в описании даем надо вопроса позвать на все мы свое время по отдыху и путешествиям опять же но сейчас нет особого времени но когда-то оно было где тебе удалось побывать вообще в странах их ну не не так уж не так много я поездил по миру украине я довольно многих местах был по миру то было москва питер еще до политики это был 12 год испания барселона и был на бали но болит это вот долго сдержался ну почти два месяца на у меня там товарищ живет татуировщик мой хороший друг и так вообще сложилось наверное если бы он был жил в другом месте тогда даже там не знаю в астане я бы наверно поехал бы туда ну так сложилось что он был на бали поэтому я полетел на бали на бали ты работал даже до барбером что-то там стрик но у меня был собой инструмент и что-то там я стрих но не могу сказать что там работал так там своих пострих и вообще это я очень не люблю стричь в неподготовленном для это месте потому что там так если какая-то табуретка то у меня там уже через 10 минут начинает болеть спина освещение не то инструменты и как бы это все было там несколько раз на мопеде во дворе и я вообще не кайфанул и потом там на самом деле цены в арбершопе довольно лояльные и как бы смысл этого всего я сам там пару раз трихся как-то очень там все доступно и легко и я думал о том что там можно было там поработать чисто там для поддержания штанов но там очень все строго с этим и там все весь ну там все барберы там бармены тогда это совместное и разрешение на работу стоит около двух тысяч долларов в год но она не рентабельно николаеве все равно лучше работать безусловно твои любимые места в украине кингуру львов киев одесса все люблю украина а ты же как-то уезжал жить в одессу ну пытался да это да это было лето я не нашел тогда квартиру и такой отложил это вернулся назад на нему сказать что прям у меня тогда не получилось или я просто потом так как-то жизнь закрутила что я потом начал больше на киев смотреть ну и в итоге как бы не туда не туда я не попал но одесса я очень люблю одессу очень классный вайб но не очень люблю одесситов и я так иногда посматриваю там то на киев то на одессу и так на одессу последнее время так больше посматривал и потом такой все таки еще раз такой нет в одессе хотя опять же мы и у жаня там нам ближе море типа я там люблю почилить там что-то покурить что-то выпить прогуляться летом там очень кайфово но все-таки наверно жить я бы там не хотел твое сейчас окружение в николаеве и места где ты любишь потусить ну окружение действительно очень сильно поредело из-за того что все уехали и продолжают уезжать общаюсь ну там есть люди с которыми я продолжаю общаться но их очень мало больше как-то стараюсь ни к кому не привязываться и свой досуг формировать вообще чтобы я мог это его и в одиночку все проворачивать люблю потусоваться в калифорнии но опять же последнее время там тоже произошла смена персонала и и туда я уже стал заходить реже могу заходить в филижанку Федор там мой хороший друг мы вместе учили в школе и проводим много вместе и досуга мы тоже с ним и там прикольно довольно таки хороший хороший персонал их нормальный контингент такие девочки там в очочках такие как я люблю так поглазеть иногда на них такой люблю тут надо себе жену искать такие все вот заговорил про девочек и прямо на мой следующий вопрос как будто ты его угадал я не знаю как это правильно сформулировать наверно твой идеал женщины сегодня ну я всегда хотел себе такую бабушевым такая была типа училка такая ну типа знаешь там театры вот все посмотрели на нее такие блять ну типа что за пятикантра вообще с тобой чтоб она меня делала лучше все удивлялись наверно вообще как они могут быть вместе ну вот наверно только такую я вижу но они почему-то со мной не хотят знакомятся и убегают от меня но ты ищешь пока я всегда еще а вот эти твои публикации капс локом в инстаграм они каким-то образом помогают способствует поиску такой женщине нет пусть они в путь вот таких женщин но я да нет слушай мне постоянно там пишут шея типа там жена ненавистник но это все неправда это я очень люблю женщин я самый большой фанат но это просто такой юмор и мне хочется наверно так же общаться с барышнями с которыми с юмором все нормально и ну как бы мне приятно что там многие читая понимают что это ирония некая да вообще мне нравится ну я не знаю когда там все ведут начинали вести там инстаграм там каждый там выбирал как он будет выпендриваться в инстаграме и я такой ну типа я себе выбрал роль такого заводчанина ну там с какого-то завода который там идет домой и там покупают там сиську пиво себе двухлитровую и сидит там смотрит комедий клаб пердит ну вот какой то от такого образа я вещаю и как бы мне потяги но я уверен что многие люди с которой там не общался может там какие-то одноклассницы одноклассники думают наверно что каких-то наркотиков перекушал там и меня сильно попаяло но типа меня это не останавливает да вот на самом деле эта проблема и ты опять же угадал по поводу того что помогает ли мне это или очень отпугивает но я все равно назвал назвался панком живи хуёво но когда ты познакомишься наверно ты не будешь просто показывать как тебя найти в инстаграм ну или наоборот надо чтобы она почитала и сказала нельзя писать заглавными буквами не ну прям не так но не были случаи что даже один я точно явно помню что познакомился с прикольной девчонкой и мы обменялись инстаграме и потом она меня заблокировал ну не было так немного обидно но но я думаю слушай но это же образ правильно это маска да если ты не понимаешь другой конечно я совершенно другой душе я сладкий котенок я всегда это всем говорю о том что то там думает что у меня какой-то образ брутальность нет я наоборот очень положительный персонаж этого романа и всегда хотел быть хорошим парнем ты думаешь вот годы-то идут о семье о детях текают когда говорят ну как я просто знаю что это не за хлебом сходить и ну как бы я это не подгонял или там не замедлял но это все равно мне не подвластно и ну как будет так и будет будет не счастье но еще подожди я хотел сказать что вот я тоже думал там иногда над этим я понимал что 5 но раньше это не могло никак случиться ну типа это был бы вообще провал и я понимаю что он вот наверное только после 30 лет там я стал чуть-чуть взрослеть и и ну до этого я вообще был пацан пацаном и как бы я не думаю что супружеская жизнь и там дети ну типа это бы было бы хорошо мое влияние там с такой ну с таким ветром в голове вот сейчас я только подхожу к этому и думаю что хоть как-то может там иногда что-то получится уже с этими какими-то знаниями и там опытом жизненно а где тем ты как относишься вообще вот я просто помню как-то я сидел у тебя и зашла барышня с ребенком и ты говоришь блять детей как-то не очень это не мы не чужих просто да и не 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 шара там имелось в виду любой барбер любой ненавидит стричь пиздюков это сто процентов я хорошо отношусь детям но выборочно есть ну типа есть пиздюки которые как бы меня вдохновляют и я такой думаю блин крутой пиздюк ну типа я бы хотел бы себе такого и такие есть такие есть там дети моих клиентов иногда приходит я такой думаю блин ну круто вот все-таки они вселяют не в надежду что может быть круто а ну вообще я хочу себе наверное девочку потому что если парня я просто уничтожил даже в пять лет должен будет отстреливать все темы и там и гонять не за пивом типа если он там будет немного тормозить я его съем девочка будет моей принцессой и будет прощаться любые погрешности поэтому я думаю что надо девочку все-таки делать и напоследок конкурс конкурс от жеки их будет два один для тех кто не живет в николаеве должен рассказать в комментариях какую-то интересную историю которая случилась с ним в барбершопе и получит джеки в подарок шапку шапку брендированную сухим фонтаном так точно для николаевцев а какая будет скидка 50 процентов 50 процентов на стрижку в барбершопе сухой фонтан если вы придете к жеке и скажите или при записи скажите промокод какой пиздюк промокод пиздюк друзья спасибо тебе спасибо что пришел в гости он отлично побеседовали татьяне огромное спасибо за то что следила за всеми вот этими нашими фотоаппаратами вот огромное спасибо всем слушателям сейчас перечислил прям тем кто сейчас бежит и слушает кто едет за рулем и слушает потому что люди говорят ты всем передаешь приветы но мы же слушаем тебя за кермом почему-то не упомянул нас упоминаю специально вас уже по традиции всем кто в море всем кто в рейсе нас слушают любят и таким образом получают весточку из родного города харьковским циркачам и всем 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 спасибо большое до новых встреч а